Глубоко уважаемые коллеги, прежде всего позвольте поблагодарить Ирину Александровну Балдуеву за возможность представить результаты нашего исследования на онкологическом форуме столь высокого уровня. Наше исследование выполнено на базе ростовского НИИ онкологии. Сама я онкогинеколог. Иммунологические данные получены и проанализированы нашим иммунологом, главным научным сотрудником, профессором Златнике Еленой Юрьевной. Итак, рак шейки матки, несмотря на существующие скрининговые программы, продолжает оставаться опухолью с высокой частотой выявления впервые местно распространенных и первично нерезиктабельных форм. И золотым стандартом лечения данной категории больных является химия-лучевая терапия на фоне радиомодификации цисплатином. Тем не менее, в конце прошлого столетия началась эра использования лекарственной терапии в лечении рака шейки матки. Теоретическими предпосылками к использованию неодевантной химиотерапии служат лучшая доставка лекарств к опухоли сосудами, не поврежденными вследствие лучевой терапии операций, возможность уменьшения опухоли с целью большей эффективности последующих методов лечения и вероятность патоморфологической оценки эффекта и эрадикации микрометастазов. Несомненно, препаратом выбора при неодевантной химиотерапии рака шейки матки является цисплатин, ввиду доказанной эффективности по частоте объективных ответов. И, тем не менее, постоянно проводятся поиски новых схем химиотерапии. Так опубликованы результаты дозы интенсивной химиотерапии в комбинированном лечении местно распространенного рака шейки матки препаратами цисплатин и докса рубицин. Исследование, проведенное в Институте Петрова, дает основания рассматривать этот вариант лечения как перспективный в плане дальнейших научных разработок. Схема лечения местно распространенных форм рака шейки матки препаратами цисплатин и блеамицин была на какое-то время, на наш взгляд, неоправданно забыта, хотя в 90-х годах прошлого столетия показала свою высокую эффективность. Так, в рандомизированных исследованиях иностранных авторов проанализирована эффективность лечения больных местно распространенным раком шейки матки в предоперационном периоде, в котором курсы химиотерапии проведены по схеме цисплатин, блецин, венкристин. Доказана меньшая частота выявления метастазов регионарных лимфоузлов, увеличение 7-летней выживаемости после проведения неодевантной химиотерапии по сравнению с группой больных, подвергшихся только хирургическому лечению или сочетанию операций и лучевой терапии. Однако, несмотря на многообразие противоопухолевых препаратов, онкологи зачастую сталкиваются с проблемой резистентности опухоли к цитостатикам, в частности, к препаратам платины. И одним из вариантов преодоления возникающей резистентности может быть применение методов эфферентной терапии, в частности, лечебного плазмофереза. В настоящее время плазмоферез в онкологической практике применяется в основном с целью улучшения качества жизни больных после операции или проведения химиотерапии или лучевой терапии. По данным немецких исследователей, опубликованных в 2016 году, плазмоферез способен повысить эффективность цитостатического лечения за счет снижения резистентности к химиопрепаратам, неизбежно развивающимся в процессе лечения, особенно в условиях раковой интоксикации. В процессе плазмофереза с поверхности клеток крови и транспортных белков происходит десорбция легандов различной природы, как следствие деблокирования рецепторного аппарата клетки и повышения тропности химиопрепаратов к опухолевым клеткам. Целью проведенного нами исследования являлось патогенетическое обоснование применения эфферентных методов лечения и иммуномодуляторов в программе предоперационной химиотерапии у больных инвазивным раком шейки матки. В исследование включены 79 больных с раком шейки матки 2-я А, 2-я Б стадии. Все больные были репродуктивного возраста. Исследование начато в 2012 году. Всем больным проводились курсы неоадювантной химиотерапии по схеме цисплотин-блиоцин. При этом в контрольной группе лечение начинали непосредственно с индукционной химиотерапии, а больным основной группы предварительно проводили сеанс лечебного плазмофереза. Итак, результаты проведенного нами исследования подтверждали детоксикационное влияние плазмофереза на состояние гомеостаза. Так, через 48 часов после его проведения выявили статистически значимое увеличение связывающей способности альбумина 65 до 76% и снижение коэффициента интоксикации с 10 до 7 условных единиц. Одним из важных критерий эффективности любого лекарственного лечения может служить формирование симптома комплекса общей неспецифической адаптационной реакции. После проведения плазмофереза структура адаптационных реакций включала только антистрессорные реакции с увеличением более чем в 5 раз частоты развития реакции спокойной и в 2 раза повышенной активации. После проведения курса неоадивантной химиотерапии преобладала реакция тренировки, у третьих больных развилась острая форма стресса. Спустя 3 недели острая форма стресса не отмечена, а частота хронического стресса была в 4 раза меньше, чем антистрессорных реакций. В контрольной группе выраженно проявлялся эффект стрессогенности цитостатического лечения. Частота формирования острого и хронического стресса увеличилась относительно фона в 4 раза, составляя 61% общей групповой структуры адаптационных реакций. При анализе динамики показателей клеточного иммунитета у больных сравниваемых групп выявлен ряд общих тенденций и ряд различий. Общими для них иммунологическими изменениями являются транзиторное снижение количества лимфоцитов и зрелых Т-лимфоцитов после первого курса химиотерапии с последующим восстановлением доисходного уровня, а также статистически достоверное снижение процентного абсолютного содержания Б-лимфоцитов. Однако в каждой группе имеются некоторые особенности изменений клеточного иммунитета. По данным литературы, высокий уровень растворимого рецептора CD38 рассматривается как механизм, ограничивающий межклеточные взаимодействия и способствующий ускользанию опухоли от иммунного надзора. Развитие неопластического процесса сопровождается повышением его уровня, а эффективное лечение снижением. Поскольку количество растворимого рецептора CD38 коррелирует с содержанием CD38 клеток, являющихся его источником, повышение количества этих клеток также может рассматриваться как неблагоприятный прогностический фактор. Так, в контрольной группе отмечается достоверное увеличение Т-лимфоцитов с маркером ранней активации, причем обеих субпопуляций клеток ИТ-хелперов, ИТ-супрессоров, ИТ-гиллеров на 46,26% соответственно по сравнению с исходным уровнем данных клеток. Данные изменения происходят на фоне отсутствия изменений количества Т-лимфоцитов с маркером поздней активации. Кроме того, у пациенток данной группы на протяжении всего времени исследования наблюдается рост Т-регуляторных лимфоцитов, которые обладают выраженным иммуносупрессивным эффектом. Отмечено увеличение данного показателя на 25% по сравнению с исходным фоном. Количество Б-лимфоцитов в СИД-19 снижалось по сравнению со значениями до начала лечения на 20%. При сочетании химиотерапии и плазмофереза выявлено снижение абсолютных показателей общего количества лимфоцитов Т-хелперов и Т-киллеров. Однако у пациентов данной группы выявлено накопление Т-лимфоцитов, имеющих маркер поздней активации, и отмечено достоверное снижение на 46% абсолютного числа Т-регуляторных лимфоцитов по сравнению с их числом до начала лечения. При сравнении общей пятилетней выживаемости у больных обеих групп нам не удалось достигнуть статистически значимых результатов. При сочетании плазмофереза и курсов неоадевантной химиотерапии общая пятилетняя выживаемость состояла 68%, у больных контрольных групп – 51%. Полученные результаты побудили нас к поиску дополнительных возможностей влияния на этиологическую причину опухоли и иммунную систему в целом. В настоящее время четко идентифицирован этиологический фактор рака шейки матки – вирус папилломы человека. Известно, что иммунный статус организма ограничивает или активирует возможности персистирующей папилломы вирусной инфекции индуцировать развитие рака шейки матки. Нашими коллегами Петрозаводский, Ковчуром Павлом Ивановичем доказана эффективность применения иммуномодулятора аллокин-альфа в лечении больных при и микроинвазивном раком шейки матки, что позволило нам считать возможным применение этого препарата в комплексном лечении больных местно распространенными формами рака шейки матки. Итак, вторую основную группу составили больные, которым параллельно с плазмоферезом и курсом неодевантной химиотерапии проводили курс неспецифической иммунотерапии препаратом аллокин-альфа. При изучении структуры адаптационных реакций выявили, что через 3 недели после проведения курса химиотерапии в сочетании с плазмоферезом и аллокином-альфа в 80% случаев идентифицированы антистрессорные реакции тренировки и спокойной активации. Причем частота спокойной активации практически в 2 раза превышала реакции тренировки. После второго курса спокойная активация сменилась повышенной. В контрольной группе после проведения второго курса практически в 3 раза возросла частота развития хронического стресса по сравнению с исходным фоном. При добавлении в терапию иммуноабодулятора аллокин-альфа в финале неодевантного лечения в сыворотке крови регистрировалось снижение абсолютных показателей содержания Б-лимфоцитов, цитотоксических Т-лимфоцитов и Т-лимфоцитов с маркером поздней активации клеток. При этом общее количество Т-лимфоцитов, экспрессирующих маркер поздней активации CD3HLA-DR, оказалось выше после применения плазмоферезы и химиотерапии, чем при дополнительном использовании аллокина-альфа. Однако уровень активированных цитотоксических клеток CD8HLA-DR, обуславливающих противоопухолевый эффект, напротив, был достоверно выше в группе больных, получавших аллокин-альфа. Последнее позволяет предположить активацию цитотоксического звена иммунной системы, важного для реализации противоопухолевого ответа под действием аллокина-альфа. После завершения наоадивантного лечения у больных обеих основных групп по сравнению с контрольной наблюдался достоверно более низкий уровень террегуляторных клеток, считающихся иммуносупрессивными и проонкогенными. Снижение содержания этих клеток и их продуктов в динамике лечения по данным литературы описано как прогностически благоприятный фактор при злокачественных опухолях и хронической папилломовирусной инфекции. Что касается исследований интерлейкинов, то в контрольной группе отмечено нарастание уровня провоспалительных цитотокинов интерлейкина-1-бета и фактора некроза опухолей альфа соответственно на 130 и 152%, которые по завершению наоадивантного этапа лечения оказывались выше, чем у больных основной группы. Содержание интерлейкина-10, обладающего иммуносупрессивными свойствами и нарастающего при неблагоприятном течении злокачественных опухолей, было минимальным у больных, получавших плазмоферез, химиотерапию и терапию аллокином альфа. Особый интерес представляет изучение влияния иммунохимиотерапии на уровень белка Е6 в ткани злокачественной опухоли шейки матки и ее перифокальной зоны. Особая роль в возникновении опухоли принадлежит не только инфицированию вирусом папилломы человека, но и также белку Е6 и Е7, участвующую в клеточной пролиферации. В настоящее время принято считать, что в злокачественном перерождении эпителиальной ткани шейки матки в опухоль непосредственно участие принимают продукты экспрессии вирусного генома, выступающие в роли коактиваторов, взаимодействующих с факторами транскрипции и элементами основного транскрипционного комплекса. Так, до начала лечения уровень белка Е6 в ткани злокачественной опухоли был в 4,5 раза выше, чем в ткани перифокальной зоны. Применяемая иммунохимиотерапия приводила к выраженному снижению уровня белка Е6 во всех образцах ткани шейки матки. Так, содержание белка Е6 в ткани опухоли после лечения снижалось практически в 8 раз. В перифокальной зоне опухоли уровень белка после лечения снизился практически в 3 раза. Таким образом, неспецифическая иммунотерапия препаратом аллокин-альфа блокирует белок Е6. Проведенное лечение можно считать патогенетически обоснованным, так как оно влияет на ключевое звено патогенеза злокачественной опухоли именно шейки матки. В группе больных, получавших сочетание плазмофереза, химиотерапии аллокина-альфа, пятилетняя общая выживаемость составила 84%, что значительно превышает показатели общей выживаемости в группе больных, пролеченных по стандартной методике – 51%. Различия статистически значимы. Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что проведение неоадювантной химиотерапии в сочетании с плазмоферезом и неспецифической иммунотерапией при лечении местно распространенных форм рака шейки матки патогенетически оправдана, так как позволяет усиливать действие цитостатиков на опухоль и достоверно повышает общую пятилетнюю выживаемость больных. Включение в программу лечения плазмофереза иммуномодулятора аллокин-альфа обеспечивает синергизм и пролонгирование активности механизмов антистрессорной защиты, а также повышение противоопухолевой сопротивляемости организма больной. Полученные иммунологические данные при сочетании химиотерапии плазмофереза и аллокин-альфа могут быть расценены как прогностически благоприятные и отражающие клиническую динамику больных раком шейки матки. Наше исследование выполнено при поддержке гранта президента Российской Федерации. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ